Привет Тос Амигас! Продолжаем играть в Терминатор Восстание машин, как я понимаю. Как я понимаю, мы находимся на руинах города Зион после штурма из последней части матрицы. Что это такое? Это главного героя затрясло, что ли? Так, мне надо прибыть в комнату связи в какую-то с куполообразным потолком, но я не врубаюсь. Сука, где эта комната связи находится? Может в Нью-Йорке? Йонси офис закрывается и всех эвакуирует. От имени всех работников хочу сказать, что для нас была большая честь работать с вами и Эпсилоном. Удачи вам в надвигающемся апокалипсисе. Ну понятно, то есть машины захватывают мир. О, что это? Северная Америка, Атлантический океан, Европа, Африка. Ну и как дела в Африке? Не та кнопка, не эта, вот эта. Йонси, я знаю, что у вас гораздо больше шансов выжить, но зато у нас места в первом ряду, это я уже читал. Лондон. Я спечаливаю, вынужден уведомить массу, что у нас офис закрывается и больше не может поддерживать работу Эпсилона и Патаса 2. Ладно, хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить вас, вашего начальника Джеймса Адамса, весь остальной коллектив. У вас потрясающая группа, я уверен, что там, где потерпели неудачу мы, вы продолжите наше дело. Не страшитесь трудностей, искренне ваш. Да в жопу, короче. Так, я что-то не врубаюсь. Хрен ли мне этот это? Подключено. И чё, что подключено? Значит, всё правильно должно быть. Насколько я понимаю, суть этих местных задачек, сука. А рычаг-то заклинил. Надо ВД-40 побрызгать, ёптать. Так, ну это... Ну вот это уже, вот это уже херовый знак. Это значит, что чё-то надо, блин, тут мудиться опять начинать. А как тут всё работает? Это просто вообще... Ну просто беда. Проще мышкой, блядь, здесь навести, чем... Джойстик вообще чё-то не работал. На кнопку назад было не навести. Так, Epsilon 2201, да? 2201. Невозможно вызвать. Я предлагаю звонить всем подряд, пока они не возьмут трубку. Окей. Знак какой-то, как у ассасинов. Лямбда, блядь. Эй, вы там? Я нашёл купол. Это купол? А. О, какая тётя. У неё взгляд, как у Аватара, только на не синее. Здравствуйте, я Кэтрин. Вы уже разобрались, что происходит? Не, я надеялся, вы мне расскажете. Может, и смогу. Шо вы хотите знать? Да много чё, в смысле это? Где я? Как я сюда попал? Почему роботы говорят, как люди? Ну, вы, очевидно, на Эпсилоне. Вы там раньше были. Где вы работали? В Гримуаре. Город Торонто. Это так важно? Нет. На Патосе 2. Вы где работали? Вообще не знаю, что это такое. Неожиданно. Вы прибыли сразу из Торонто? Да, всё было очень неожиданно. Вы видели людей? Персонал, техников? Только роботов. Психующих роботов. Кроме одного, кажется, у него травма, а я не знаю, что делать. Он жаловался на боль. Ну, когда я врубил ему 220 в задницу, он прям-таки завизжал. Клапс. Она будет ждать меня из армии, но надо шаттл найти. О! Да тут не шаттл, надо найти, а ласты с маской и трубочкой. Чтобы выгребсти. Ну и? Был бы на месте главного героя Макаревич, он бы да. Но главный герой, походу, утонул, и это конец. Не, жив ещё засранец-то, глянь. Что? Какого чёрта? Как такое возможно? Да потому что ты робот, твою мать. А нет, ты не робот. А чё за херня? А, ты киборг, наверное. Какая паршивая текстура у рук у него, просто вообще, просто говённая. Да как плавать-то? А-а-а, мне дали какой-то прыжок, очень невнятный. Блядь, я сам охерел, откуда у тебя фонарик? Наверное, в лоб встроенный. Так а чё, а как мне? Он прыгает-то как рахит, еле-еле. И тут какой-то такой фрагмент из игры Deep Hunter. Ну, подводный, про подводный, про поиск подводных всяких кладов. Фонарик у него, конечно, ну просто, я не знаю, 40 люмен. Лампа, лампа Ильича её, кстати, ярче светила, чем этот фонарь. Лямбда, найти шаттл на лямбду. Лямбда, это тоже, так понимаю, буква из латинского алфавита. Неудивительно, сука, что латынь мёртвый язык, если у них есть буква лямбда, блядь. Нахуй, звучит как полное говно. Ну, чё, мы будем плыть-то? Шаттл. Шаттл. Я не знаю, какой тут можно найти шаттл. Судя по тому, что мы под водой, мы можем найти только пару спутников ГЛОНАСС, которые как-то раз удачно рюхнулись куда-то в воду. По счастливому стечению обстоятельств, кстати, они были застрахованы на неплохую сумму. Ну, как я слышал. Хотя в интернете сейчас опасно, опасно говорить про такие счастливые совпадения. Вон, одни ребята про часы Пескова сказали за 35 миллионов, теперь вон. в экстремизме обвиняют. Причём я не знаю, где связь между экстремизмом и часами за 35 лямов. А у него часы-то за 35 миллионов. Вот ниггер. Накал его, накал. Взорвать. Так, 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 что это такое? Не знаю, точно не шаттл. В этой игре просто внезапно начинают сейчас какие-то интерактивные объекты. Такое ощущение, что надо всё проверять. Кстати, обратите внимание на скорость бега под водой у этого чувака. Мне кажется, чувак с такой физической подготовкой должен был этого робота, который на меня напал, порвать голыми руками просто. Как бы я на свадьбе. А нахрена тут? Я иду под водой, под дну. Зачем здесь стоят столбы? Фонари стоят. О. Вот что за... Вот этот взрыв в вакууме, который происходит каждый раз, когда юзаешь какую-то интерактивную сюжетную херню, это просто худшая, не знаю, анимация, худшее... Худшее всё просто, я не знаю. Можно было как-то обыграть получше. Такие опачки. Опачки, а тут Нео, походу, ищет уже. Что это такое? Наверное, какой-нибудь морской укроп. Ну, этот робот вроде что-то слепошарый. Хоть тут свет и горит. Так. Так. И чё? А. Это... Это... Это либо крыша, либо... Нет. Это просто чё-то рухнуло. То есть я шёл-шёл, бежал-бежал и прибежал, сука, куда? В тупик. Быть такого дерьма не может. Ну-ка, чё-то надо сделать. Может, запрыгнуть. Да. Видимо, надо туда, где робот стоял. Как-то у него за спиной, наверное, проплыть. Кто-то что-то сказал. А, да это вот этот. Он разговаривает. Он сказал, что где-то здесь должен быть гель. Я не знаю, может он не опасен. Но судя по тому, что он светит красным светом, думаю, он всё-таки враждебен. У-псилон-б, блядь. Вот. Значит, я где-то рядом. Ар-2, вылезай, Ар-2. Такой робот в Фоллауте был. В Нью-Вегасе, по-моему. Можно было его починить. И он становился своим спутником. Сука, какая всё-таки странная игра, а. Я так понимаю, что надо идти по фонарикам, по вот этим. Потому что... Иначе вообще-то хер просышь. Ещё где. Оп. Стопэ. О, сейчас посмотрим. Робот, иди его отвлеки. Аж лагать начинает почему-то. Когда я приближаюсь. Иди нахер от места своим фонариком. Ты чё, ёбу дал, что ли, дебил, блядь? Вот чмо. Я прячусь, он стоит на меня, светит. Это как если бы я в поле посрать ушёл, а он бы на меня фарами, машинами светить стал. Робот-то слепошарый абсолютно. Так, нахер отсюда. Ой, а чё это такое красное? Сука, как мне охота тебе молотком заехать, а ты бы знал. Не знаю, это какой-то стеллоктит в виде члена. Природная аномалия. Так. Шаттл стейшн Б. Ну, давай. О, нифига. Да ты полезен. Да чертовски полезен. Подводная сварка, это очень круто. Спасибо, малыш. Спасибо, ёпта, палил меня всю дорогу, хоть наконец пригодился, Розан. Я уже и забыл, что у меня есть этот омний инструмент. Я думал, он нужен был в одном месте во всей игре. Наконец-то мы покидаем этот мир русалочки. И, глядишь, сейчас, может, снова хоррор начнём. Это какой-то трюм летучего голландца, походу. Да. При сливе воды игра чуть не слилась с моего компа, блин, заодно. Очень-очень сильно лагануло. Так, ну, я стал счастливым обладателем фонарика, это радует. Очередная херобора. Самый дикий отстой, что пока идут эти субтитры, на которые вообще всем пофигу, мне кажется. Они в то время не дают бегать. Сука, как моя бывшая, блядь. Херак и в ЗАГС. Ну, видимо, шаттлы не работают, придётся идти пешкодралингом. Есть какой-то естественный природный тоннельчик такой, типа, да? О, тихо. Камень кровоточит, обалдеть. Мэнтенэнс. Давай-ка трусцой, чувак. Эй, ты... Не стыдь меня! Просто летучий голландец. Часть команды, часть корабля. Я смотрю, он присосался к ютитькам. О, черт. Чёрт. Я убил её. Хуже всего, что она чёрная. Мне теперь ещё и пожизненный влепят. Основные системы, пути, безопасность, питание. Стабильно включено, всё нормально, чё. Чё надо сделать? Ничего не нажимается. Очень круто, понятно. Ну, будем считать, что так и было. Так, что ещё? Надо её спрятать, чтобы не нашли. Нету тела, нету дела. Подожди. Вот так, ладно. Куда идём-то? Блин. Ну, я так понимаю, что надо что-то открыть. Надо как-то открыть дальше вот эти... Вот эту створку, но как? Обратно эту херню не вставить, да? Хрен нарыло. Может, это баг? Может, оно должно было открыться, но не открылось? Нет. Ну, кнопки здесь точно нет. Значит, идём обратно. Обожаю такие моменты. Обратно. А чё мне обратно? Чё я тут забыл-то? Дверь заела, да? Вот это говно должно было заработать, мне кажется. О! Вот оно чё. Ай, нано, и хорошо-пока. Ох ты, блядь. Валить отсюда надо, однако. Что там? Какой странный вагон метро. На четырёх человек. На четыре жопы. Так, ПАТОС-2, затапливаемый шлюз, набор для ремонта, дуплексный насос, универсальный очиститель, прокладки с крылышками DC-шток, набор вентилей. Да нахер мне это надо? Вот зачем здесь эта записка? Для чего она нужна? О, погоди-ка, и чё? А-а-а. Шаттл, J6, активированный. Стандинг-бой. Я люблю, давай, поехали. О, щас, щас я даже откинусь. Классная, наверное, поездка щас будет. Где тут педаль-то? Так, а мне куда надо-то? Космическая пушка Омега. Ха-ха-ха. Ну, давай на космическую пушку Омега. Я не помню, куда, где она сказала, она меня будет ждать. Ну, точно не на лямбду, ёптать. Сейчас, подождите. Блин, посмотрел. Видеозапись свою, всё-таки на лямбду надо точно. Как можно было забыть такое шикарное название. Ну, и чё мы туда по космосу полетим? Там же космическая пушка какая-то даже есть. О-о-о. Да, весь вид-то босрали. Добро пожаловать на Апатос-2, вашу дорогу куда-то там. То, что началось в 60-е годы, как проект по бурению, позже превратилось в базу космической пушки Омега, самого доступного в мире способа запускать спутники и зонды на орбиту, видимо. Наше уникальное расположение в Атлантическом океане позволило разместить здесь гигантскую электромагнитную пушку, длина которой превышает марафонскую дистанцию. Пушка позволяет что-то там делать. Станция разделена на несколько площадок. На ней трудится разнообразная команда инженеров и ученых, вместе они способны производить, собирать и запускать самые совершенные в мире космические корабли. Ура! Кроме наших основных операций на патос-2, также проводятся многочисленные исследовательские проекты в области океанологии, в том числе гидропоники, турбулентности и глубоководному строительству. Сейчас мы покидаем станцию Эпсилон, отправляемся на Лямбду. Станция Лямбда – это транспортировочный узел патос-2 и его пристань, откуда идут поезда ко всем другим станциям. Транспорт на поверхность. Обалдеть, вот это да. Это вам не адронный коллайдер, хуё моё, и не этот сколково-хренолково. Тут всё серьёзно. Из океана зачем-то запускают спутники в космос, как будто космодромов нет. А чё такое, тормоза, что ли, отказали? Катиться можем под отпост, Там неисправная дорога. Никаких подушек безопасности. Вот, блин. Интересно. И сколько лет назад случилась эта катастрофа, если этот тоннель стал похож на зашлакованный кишечник? Ой, ну опять давай. А, нет. Саймон, это ты? Кэтрин, это вы! Я уже был на полпути, но потом поезд занесло, короче. Вы в порядке? Система говорит, что секция перекрыта. Не, я не в порядке. Что вообще с моим миру случилось? Почему мы под водой? О, да вы совсем с толку сбиты. Слушайте, об этом пока не волнуйтесь. Я понимаю, вы в замешательстве, но Лямбда уже скоро. Только не останавливайтесь. Как близко. Пешком туда идти можно? Да, но тоннель заблокирован, чтобы уберечь постройку от обрушения. Вам надо найти в своей секции технический люк. Он выведет наружу. Технический люк? Без проблем. Что здесь происходит? Говорит Кэтрин. Мне пора. Я так подозреваю, что Кэтрин сама уже робот. Ты в порядке? Да, ну фонарик, ну просто. Ну ни о чем, я не знаю. Как-то повелся, купил себе велосипед не за 150 рублей. Он и то ярче светил. Это, знаете, похоже на зажигалку со встроенным фонариком. Ну, у каждого, наверное, была зажигалка со встроенным фонариком. Да нет, слушайте. Это оскорбление зажигалок со встроенным фонариком. Это просто... Это, 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 я не знаю. Спичка ярче светит, чем это. Опять, что ли, палец туда ссувать? Надоело. Но тут больше вариантов нету. Может она... Может если пощекотать где надо... О, фистинг. Прям весь кулак засунул. Может она дверь откроет? Ох, это чудо ректального внедрения. Ну. Блять, и что? Давай еще раз по локоть туда засунь теперь. Может, бля, еще шире распахнется. Что за говно? А, ёб твою мать. Технический люк, она сказала, здесь нужен. Где-то тут видел что-то техни... О, вот он. О, блядь, как удачно. Удивительно, что везде свет горит. Вообще тематика-то такая неплохая. А, я свой умник ключ. Блять. Пидорас. Да что ж ты сразу-то не сказал? Твою мать, натуре. А там меня уже, наверное, ждет какая-нибудь очередная механическая курица. Нет? Никакой подставы? Че такое? О, там кто-то стоит. Ну мне-то какая разница, мне нужен мой... Дерьмо-ключ. В припрыжечку, в припрыжечку. Давай, как Иисус по воде. Трусцой, трусцой. А то за жопу схватит, а я этого очень не люблю. Ныряй, сука такая. Фу. Да. Ну, это, конечно, не Layers of Fear. Но здесь, как бы, ответственно подошли к наполнению этого мира различными текстовыми файлами. И все, какой-то фигней. Че за... А, твою мать. Я опять спустил себя в сортир. В момент затопления экрана фпс опустился аж до 12. Я так понимаю, что раз в 10-15 минут игра имеет привычку наглухо зависать секунд на 10. Я не знаю. Может быть, она перестает даже записывать. В этот момент. Ну, блин, я просто вообще... Как криворуко она сделана, боже ты мой. Ну, понятно, опять мир Атлантиды. Да, в океане искать станцию. При помощи, блядь, фонарика, который светит хуже, чем церковная свечка. Сука, меня задолбала эта игра. Как только пытаешься спринтовать, она зависает. Как только пытаешься включить-выключить фонарик, она зависает. Руками... Руками этого разработчика только, сука, приору на заводе собирать, блин. На самом деле, то, что главный герой бегает под водой, но нет никакого ощущения подводности. Просто какая-то... Я не знаю, как сказать. Вот когда в Alien Isolations там в открытый космос выходил, или как там это было, ну, в скафандре на другую планету там. Вот там все это ощущалось, а здесь как-то такого нет. Просто экран позеленел, и появилась какая-то муть. Наверное, потому что главный герой продолжает спринтовать под водой без проблем. Каких-либо. Но это хорошо, потому что если бы он здесь пешком ходил, я бы вообще повесился, наверное. О! У них даже вывеска в океане есть. Лямбда. Лямбда. Похоже, даже на фамилию немножко какого-нибудь этого... Из что, где, когда. Отвечать будет Борис Лямбда. Борис Лямбда. В каком году совершилась там какая-то-нибудь революция? Ну. Так, ну туда мне точно не надо. Так, где этот оживший пылесос? Вон он. На что он светит? О боже. Он за мной. Нет, нет, нет. Пошел ты нахер. Наконец-то я этого ждал и пошел на меня и попер, и попер. Так. Мне кажется, вот туда. А, нет. Нету размаха у разработчика. Я бы сделал так, чтобы там бы сейчас труп... Труп у окна проплыл. С громким звуком таким. Ну, скример, короче. Морская капуста, походу, или что-то такое. Давай ты, ептить. Ты спринт под водой бегаешь, а прыгнуть не можешь. О, лямбда. Логово ассасинов. Давай. Чё тут надо нажать? Лямбда ты или не лямбда? О. О. Ну, неизменно лагает, когда вода проходит по монитору. Может, на главном герое надет один из таких костюмов? Может, он все-таки не робот? Так, дробовик тут реально найти? Ах ты ж, еб твою мать, что ж так... Ты не подходи. О. Не смотри на него. Лэйр Софир научил меня следовать таким советам. Ой. Это человек-дискошар. У него на голове. На голове этот... Ну, шарик с дискотеки. О. Не смотрю, не смотрю. А я не смотрю же. О-оу. Довольно необычно, надо сказать. Саймон, ты там? Я встал. Ой, тетя ранена. Надо тете помочь. Тетя. О, нет. Только не говори, что ты вот эта урна. Блядь, я так и знал. Я была человеком. Она позитивный робот. Ходячий водолазный костюм с электронной начинкой. Вот так вот, я ж сказал. Я не хочу делать это больше. Я не хочу быть это. Я хочу выйти. Ха-ха-ха-ха. Я раньше себе машину времени соберу, чем вас отремонтирую. Ой, блядь. Машину времени соберу. Лайк за юмор, сука, разработчику. Это первая шутка в этой игре. Ладно, я думаю, что чинить этот пылесос я буду уже в следующей серии, потому что, ну, прошло уже 40 минут. Итак, мы на лямбде. Ну, не знаю, игра немножко набирает свои обороты, набирает. Это хорошо. Что-то начинает более-менее интересное и понятное происходить. Дальше, может, глядишь, вообще страшно и интересно станет. Ничего не обещаю, ничего не гарантирую. Но какие-то сдвиги в игре уже есть. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите и всё такое.